Привет всем, с вами Нород, и мы начинаем прохождение игры Broke the Investigator Prologue. Данная игра сейчас бесплатна в стиме, но так как это Prologue, то есть не вся игра. Там в стиме написано, что она будет доступна в 21 году полностью. Новая игра. Пользуйте любое управление, которое вам по душе. Данный Prologue содержит первую главу игры, которая все еще находится в разработке. В момент выпуска полной версии игры будут внесены в улучшение анимации, геймплея, сражений и искусственного интеллекта. Вложность боев. Новичок, стандарт, стандарт, арткор. Это ради сюжета, хочется немного экшена, вырубайте на полно. Что за испытание рекомендуется использовать контроллер. Заместите увлекательное приключение с экшеном. Наслаждайтесь игрой, как обычный point-and-click приключением. Упрощенное действие, плюс возможность пропускать бои. Так, новичок. Посмотрим сюжет. Нажимать надо. Огонь? Где это я? Беда. Надо выбраться отсюда поскорее. Так, передвигайтесь, кликая, левый кнопку мыши по экрану. Игрушка. Игрушка. Почему-то она кажется мне знакомой. Раска. Это странно, что это такое. Меню. Огонь. Не знаю, как это произошло, но мне лучше дышаться подальше от огня. Опа. Должно быть, это один из этих новомодных голосовых сервисов. Просто нажмите на кнопку и спрашивайте, о чем пожелаете. Ох, что происходит с энергией? Что у нас? Букет цветов. Букет цветов? Интересно, для кого? Так, дверь. Готов поспорить, эта дверь ведет в гостиную, но она закрыта и окружена огнем. Вроде и дверь уже погнулась. Возможно, в конце концов, огонь не уничтожит. Но я не могу ждать так долго. Окно. Эх, хотел бы я, чтобы оно было настоящим, но это всего лишь цифровое окно. Оно еще и сломано. Декорация. Это, видимо, декоративный клет. Выглядит добротно. Думаю, стоит взять его с собой. Лет. Так, откройте инвентарь, нажав правую кнопку мыши или кликнув на правую верхнюю иконку. Меню. Предметы сохранить, загрузить на встройке. Лет. Сушить возможно. Вот, сработало, но ненадолго. Мне надо пройти через эту дверь. Режим действий. Застряли? Пробейте себе путь вперед. Покрутите колесо мыши... Так, колесо мыши, контр или нажмите на правую верхнюю иконку, чтобы включить режим действий. Брод. Брок. Брок будет готов сражаться и крушить предметы. Кажется, ну что? Передняя дверь. Ничего не выяснили. Парадные двери обычно очень крепкие. Должен быть другой выход. Не может быть. Двери заклинило. Я должен ее открыть. Но что бы то ни стало. Жмем правду. А вот искать отражение еще идет. Зеркало. Так правду кнопку мыши. Совсем то. Крутим колесико. А вот у нас здесь переключить на режим сражения. И левая кнопка мыши мы бьем. Так, бейте кликнув левую кнопку мыши на дверь. Костяную. Робот. Рост. Не активен и горит. Не стоит беспокоиться. Эти штуки огнеупорны. Торида. Тут не пройти. Надеюсь, я смогу потерпеть еще немного. Робот. Похоже на мультизадачного трибота. Попробуем-ка его включить. Не вышло. Может у него закончилось топливо. Девайс. Если я не ошибаюсь, это Митимей. Мультимедийный голографический девайс, с помощью которого можно часами смотреть все свои любимые программы и трансляции с комфортом прямо у себя дома. Очевидно, он не работает. Еще один трибот. Ничего, они что все сломаны. Я знал, что этот хлам не заслуживает доверия. А жаль, они могли бы помочь мне втушить пожар. Так, нам надо. Оплево. Пальня дверь. Заперта. И выглядит очень прочно. Не думаю, что получится ее выбить. Нет, не открывается. Похоже, она управляется системой. Нет внешнего доступа. Я всегда был противником всех этих систем безопасности. Сопроцентная безопасность, пока ты не застрянешься на 30 днем. Выбить ее можно? Помах. ХП бесконечное. Их выбить не надо. Приветствую. О, как у вас. Почухался. Ух ты. Неидентифицированный пользователь. Пожалуйста, укажите имя и выберите функцию. Имя? Я. Тревовый уровень 5. Осуществляется кража со взломом. Как у вас? Пожалуйста, оставайтесь на месте. Вскоре прибудут агенты и произведут ваш арест. Я не буду треугольной этой башкой. И разве у тебя нет более срочных лет? Ну, например, пожар потушить. Унарожено некорректное поведение. Запрос на соответствующие указания. Выполняется поиск по базе. Нет доступа к сети. Наиболее подходящие действия указаны в локальной базе. Нейтрализовать нарушителя любой ценой. Эта концертная банка с ума сошла. Нет смысла пытаться разумить ее. Пожалуйста, не прерывайте процесс уничтожения. Нападает. Так, бой. Мы можем перемещаться. Ну и бить. Прыжок есть пробел. Нажмите левую кнопку, чтобы атаковать, удерживать альф, чтобы защищаться. Прыжок есть пробел. Приселиваю кнопку мыши и альф зажатый. Он клоняется. Конечно, он в квадрату. Отбьем. Ух, повезло, что тут только один свихнувшийся робот. Ой. Монетки падают. Уровень 1. Мы еще и опыт получаем. Фух, похоже, это был последний. Ох, дверь открылась. Пропустить бой. Этот бой был не таким уж сложным. Но кто знает, что будет дальше. Если вы попали в неприятности, можете пропустить бой, нажав на эту кнопку иконку вверху справа. Пропустить ролик. Вы также можете пропустить ролики и сопутствующие события, нажав на эту кнопку, чтобы когда она появится, появляется. Пропуская события и ролики, вы ничего не теряете. Но все же рекомендуем вам хоть раз их увидеть. Дверь открылась. Вот здесь у нас мигает. Спальня открылась. Этот дым просто невыносимый. Надо найти выход быстрее. Прыжки. Брок более проворен, чем кажется. Сначала переключитесь на режим действий. Затем переместите курсор на место, куда хотите прыгнуть, и нажмите среднюю кнопку мыши. Или пробел. Прыжки 2. Вы можете запрыгивать на большинство объектов, встречающихся в исследуемых вами комнатах. Помните об этом. Продострите предмет, кажущийся недосягаемым. Камень. Камень. Вот здесь откуда. Он преграждает путь. То есть намного по столу перепрыгнуть. А вот, кстати, среднюю мышу. Ведя кнопку мыши не набрать. Нажать. Не смысл возвращаться. Он подсвечивает все. А шабьет. Так, а есть конь-тикалька. Шифт. А через пробел то же самое. Так, дыра. Ух ты, что-то случилось. Я должен не видеть нах. Осторожность не помешает. Переключаем. Контор. Спрыгиваем. Надпись. Что? Я видел там какую-то странную надпись. Неважно. Наверное, просто показалось. Леа. Держись. Я с тобой. Это ты. Не разговаривай. Береги силу. Я будущу тебя отсюда. Не надо. Почему ты так говоришь? Ты знаешь. Я... Нет, не знаю. Что произошло? Леа? Я? Она потеряла сознание. Я должен помочь ей. Быстрее. Так. Ты случайно. О нет, прости. Попавшая мебель. А, это то, что ее прищемило, а еще и запрыгнул. Точно прости. Так, ох. Ах, нет, слишком тяжело. Нужно что-то, что поможет мне убрать мебель. Или? Это я три раза случайно. Так, сервант. Диплом. Награды какие-то. Ильцинское открытие года. Это все принадлежит ли? Почему я этого не помню? Так, разбиваем. Награды. Награды в виде таблетки. Таблетки. А что если взять этот металлический стержень? Ну вот, другое дело. Металлический стержень. Так, награды. Ничего из этого не поможет мне убрать мебель с дороги. Так, теперь правый камыш, предмет. Ах, слишком тяжело. Я должен... Нет, мне не хватает сил. Все твоя вина. Что? Убийца. Лия, о чем ты? Я только что пришел, и... Мы выберемся, обещаю. Лжец. Ты убил меня. Убил его. Перестань. Ты знаешь, я никогда... Никогда бы так не поступил. Бесполезный. Опасный. Как тебе удается лгать всем? Даже самому себе. Прекрати, прошу. Это не твои слова. Не надо было доверять тебе. Мой сын в опасности рядом с тобой. Это не правда, я... Я забочусь о нем. Стой. Тут что-то не так. Где? Преступник. Обреченный. Я... Должен сосредоточиться, чтобы вытащить тебя отсюда. Погоди. Я попробую еще раз. Ух, слишком тяжело. Задыхается. Нет. Мне... Не так жаль. Я люблю тебя. Но мне просто не хватает сил. Я должна была догадаться. Что происходит? Я... Я приведу помощь. Не двигайся. Ну да. Беги, как всегда. Я не бегу, только... Ты поплатишься за свои грехи. Нет. Нет. Землетрясение. Все рушится. Я останусь здесь, с тобой, до самого конца. Лжец. Ты бросил меня одну. Нет. Я не брошу тебя. Я никогда не забуду. Я никогда не прощу тебя. Нет. Что? Что? Добрый. Очередной кошмар, да? Ну, вроде того. Как кто-то звонил? Кто? Откуда мне звонить? Проверь ходячий. Точно. Так, он так. Ух ты. Шесть вызов. И все от одного человека? Пожалуй, стоит перезвонить. Ага. Наконец-то. Я уж думал, вы никогда не ответите. Ну, простите. У меня тут были личные проблемы. Ну так. Рассказывайте. Вас зовут Син? Так. Вам нужна моя помощь? Конечно, нужна. Вы моя последняя надежда. Пожалуйста, давайте встретимся в моей квартире. Я выслал вам адрес. Постойте. Разве вы... Разве вы мне не скажете, в чем? Нет времени. И линия может прослушиваться. А, ладно. Поторопитесь. А-а-а. Дыхай. А-а-а. Почему мне печница с клиентой со странностями? Лучше не мешкать. Глава 1. За границей. Так, что у нас тут есть? Случайно задевается. Растение. Я купил его, чтобы в комнате было побольше кислорода. Но похоже, что оно умирает. Для носить растение в подземные арт-дапартаменты было не лучшей идеей. Кровать. Моя кровать. Ну, точнее даже матрас. Для меня вполне подходит. Все равно у меня не так много времени на сон. Боксерская груша. Мой старый добрый партнер по спарингу. Он видал лучшие времена. Но все еще в отличной форме. Когда бы мне не захотелось что-нибудь ударить, он всегда рядом. Я могу получить немного опыта, упражняясь в боксировании. Надо только встать в боевую позицию. Так, сейчас мы пробьем его. Посмотрим сколько опыта дадут. В прыжке ты бьешь. В прыжке бьет. Ой. Я такой неуклюжий. Думаю, лучше повесить ее обратно. Повесить. Ну и то есть можно опять любить. Больше не будем. Крость. Моя трость. Она принадлежала дедушке. Он редко использовал ее для ходьбы. Но зато научил меня ею сражаться. Так, не то, не то. Уровень. 0, 32, 1. Ключ от квартиры. Трость. Еда. Стройки. Катшу. Я играл на этом инструменте, когда был маленький. В холодильнике. Не густо. Брос. Фу, козий сыр. Купая его для графа. Сам я отказываюсь употреблять продукты, которые вылезли из другого человека. Мерзость. А, я помню, кто-то заплатил мне с этим энергетиком. Возьму его с собой. Вдруг по пути пить захочу. Так, энергетический напиток Гелиус. Концентрирование гели для дополнительной энергии. Увеличивать силу на 30 секунд. Что это? Какая-то бумажка? Ага, рекламное объявление. Должно быть попало сюда вместе с купленными продуктами. Объявление. Забирайте рекламное объявление. Телефон Брока. Голоден. Голоден до объявлений. В каждой локации можно найти по 3 объявления. Используйте их, чтобы получить подсказки, когда застрянете. Сказки. А сломать можно? Так, сломать тут можно только вот эту можно сломать. Или нельзя. Автоматический трибот-уборщик. Эй, что происходит с триботом-уборщиком? Не знаю. Он там торчит с утра. Может надо... Ай. Эта штука шибана у меня током. Ну и ладно. Похоже, мы оба сегодня заперты дома. Не может быть. Надо убрать его оттуда. То есть надо его избить. Он отвечает. Не так не выйдет. Тростью. Прости, ботик. Отлично. И кто теперь будет заниматься уборкой? Не беспокойся. Я прошу шеи починить его. Вот уборщик. Контейнер полный. Он собирал много шерсти. Должно быть в этом и проблема. Я ни при чем. Не смотри на меня так. О нет. Не ставил его трогать. Теперь я здесь в кошачьей шерсти. Кошачья шерсть. Могу с ним взять. Крав. Так, это у нас выход. Вальня. Эй. Куда это ты собрался? Ну, в твою комнату. Именно. В мою комнату. Ладно. Ладно. Мне вообще-то надо там иногда прибираться. У нас для этого есть трибот уборщика. Правда. Эй. При этом можно отвалить. Прости. Есть такая иконка типа крокодилом в ход за плечом. Привет, как жизнь? Ради тебе не надо идти по делам. Без обид. Но я просто хотел немного поболтать перед уходом. Ладно. О чем? Поговорить с граф. Так, граф, школа, думать, выйти, показать предметы. Граф. Как поживаешь? Все нормально. Уверен? Ты кажешься не очень. Я сказал, я в порядке. Что не ясно. Помнишь? Стернется. Слушай, я знаю, что в последнее время меня почти никогда нет рядом. Со всей этой работой. Без проблем. Это же твоя жизнь. Но ты важна ее часть. Несмотря на то, что мы не кровные родственники. Я в игре как бы. Ты реально меня прервал ради этого трепа? Дети. Слушай. А кто он повторяет? Школа. Ты почему не в школе? Я хотел сказать, в центре сознания. Неважно. В мое время это называлось школой. У меня уроки с 10. Моя учительница, эко-менеджер, сломала лодыжку. У нее нет меди-требота. Можешь в это поверить? У нас тоже нет. Да, но только потому, что ты беден, как церковная мышь. Школьные учителя, драмеры. Да, кучка высокомерных снобов, которые ей пальцами не могут шевельнуть без вспомогательных прибамбасов. И ты женился на одной из них. Ну да. Твоя мама была не такой, как они. А это сын. Я все думал, что это просто как это. Понятно, это сын. Мама у него кошка. По поводу школы, в смысле центра. Сегодня ярмарка. Какая ярмарка? Наушная ярмарка. Не говори, что ты уже забыл. Ой, ну... В регламенте написано, что для участия в голосовании обязательно пропит в присутствии родителя или опекуна. Ты должен быть там к пяти часам. Хорошо, хорошо, я приду. Обещаю. Уж постарайся. Нам на пробел, кстати, пропускаю быстро. Наушная ярмарка. Ты готова что-нибудь в ярмарке? Конечно. Граф Ресайклер 110. Я работал над ним целый месяц. А, так вот чем ты так гремел в своей комнате все последнее время. Уж прости, если бы стены были более плотные и изолировали звуки, ты бы не жаловался. Я не жалуюсь. Мне просто было любопытно. И да, я бы тоже хотел, чтобы мы могли позволить себе апартаменты получше. Но сейчас, чем богаты, тем и рады. Очень надеюсь, что это ненадолго. Как только получу свой диплом... Ага, получишь новый дом под куполом. Жду не дождусь. Жду не дождусь. Не забудь, в пять часов. Что будет в пять часов? Ярмарка. Да я шучу, не волнуйся. Думайте. Это Граа. Я забочусь о нем с тех пор, как его мать погибла пять лет назад. Не верят, что уже прошло столько времени. Я был так занят, пытаясь свисти в конце с концами, что я не заметил, как он вырос. Так, видимо, во сне это вот эта, которая была там, Лия. Это, видимо, кошка-мать. То есть его жена. Видим, пока еще не показать предметы. Валюта. Эй, хочешь немного денег на карманы расходов? Конечно. Знаешь ведь, на моем аккаунте ограничения. Так что я предпочитаю, чтобы ты давал мне деньги на руки. Место перечисления на счет. Дай граф 30. Юнисор. Хорошо, я над этим подумаю. Что? Я думал, ты мне их сейчас дашь. Дам. Потом. Ключ от квартир. Хочешь? Крутая штука. Разве тебе клиент не ждет? Эй, сгленина. Потом. Кошеться, шерсть. Вот уборщик. Хочешь? Крутая штука. Он принадлежал твоей маме. Кулон. И? Зачем ты мне его сейчас показываешь? Ну, когда-нибудь он станет твоим. Замечательно. Простите. И взгляни на потом. Можно ему валюту дать. Держи. Стридц. Юнисор. Супер. Спасибо. Еще раз спасибо. Что ты на них купишь? Пока не знаю. Еду, наверное. Ты в холодильник заглядал? Ага. Спасибо. Что ты на них купишь? Так, ну, в принципе, все. Можно выходить. Береги себя. Ага. Мы еще дверь потом сломаем. Какой же детектив без увеличительного стекла? Это, конечно, не хай-тек, но мне так больше нравится. Надо взять его с собой. Величительное стекло. Плюс-минус. Плюс-минус. Лия. Лия. Никак не пойму, к чему все эти кошмары. Все ведь было не так. Меня там не было. И из нас сохранившееся фото. Мы были счастливы вместе. Пусть ими долго. Так, назад, 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 назад. Пампалос фрукты. Пампалос. Эти фрукты стоят целое состояние, и в них полно химикатов. Но я предпочитаю есть настоящую еду. Так, пампалос. Свежий фрукт. Всего 5% пестицидов. Восстанавливай 25% здоровья. Второе ставлю графу. Ты же знаешь, мне они не нравятся. Но ты должен есть твердую пищу. Ты не вырастешь... Ты не вырастишь на одной газировке. Да ну, разве? Так что у нас осталось. Посуда. Твоя очередь. Как? Уже? Разве я не вчера мою посуду? Нет, на прошлой неделе. Ничего себе, как время летит. Но я сейчас нет времени на мытье посуды. Как обычно. Одежда. Знаешь, тут полный беспорядок. Я к нему уже привык. Надо использовать свободное место с умом. Отвали. Так, мы сейчас выберем. Прекрати, ты не перест ломаешь. Я знаю. Упс. Меня хватит. Ты псих. Она не сломалась. Просто слетела с петель. Я поставлю ее на место. А, ну, как нельзя тут? Ну, ладно. Так что у нас еще есть. Так, попробуем прокачаться. Так, вот так. Побыстрее. Получается с тростью. Так, x2. x2 это много, мало. Иноментарь, предметы. Так, где наш статус? Характеристики. 34. Нет, слишком мало. Это всего два опыта. Нам еще надо ее нести. Получается сколько? 10. 10. Так, сколько нам надо вообще? 13. Надо 7 раз ее снести. Это удобно. Урон 10. От атаки. Здоровье 50 и 120. 30 секунд. Таймер особой атаки. Инвентарь. Еда. Можно полечиться. Прогресс. Цели, улики, рекламные объявления. Квартира брока. Текущий один из трех. Не беспокойтесь, вы можете собрать их все за несколько прохождений. Текущий один из трех. Холодинок еще не найдено. Цели. Главное встретиться с клиентом. Дополнительное отремонтировать бута уборщика. Инвентарь. Дополнительное. Дополнительные очки. 73. Так, оригинал. Разблокировать. Визгуны. Ваш арт здесь. Правила подачи рисунков. Так, вот она сейчас что-нибудь вообще. Кстати, не открылся. Пришлите мне ваш рисунок, и я добавлю его в этот раздел. Вне зависимости от вашего уровня мастерства, будут приняты все арты. Соответствующие следующим требованиям. Изображение только персонажей из игры. Оригинальные персонажи не принимаются. Только дружелюбный арт, подходящий к просмотру для всей семьи. Для участия просто выполните одно из следующих действий. Так, тут соцсети все. Я с радостью поделюсь ретвит на ваш пост. E-mail. Кто умеет рисовать, можете вот сюда что-нибудь нарисовать. Полное руководство доступно на сайте. Как-то у нас еще есть фан-арт. Визгуны. Какая-то кто-то, получается, уже рисовал. Брок. Непонятно, как те дополнительные очки-то. Получается, дарт, группа, шейф. Это мы потом тогда посмотрим. Их надо разблокировать все. Таундтрек. Тоже надо разблокировать. Так, ну что-нибудь. Концепт-арт. Разблокируем. Первый Аброка. Original. Дрейвинг. Рисунок. Мой первый Рисунок Брок Фром. Так. Что-то типа мой первый рисунок Брока в 2015 году. Характер артист. Еще его первый рисунок. Тоже мы потом. Сохранение, автосохранение, слава, 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 слава. Так, у нас что здесь, валюта? Денег у меня не густо. Значит, сегодня буду работать. Буду работать в два раза усерднее. Звонки. Граф. Я позвонил перед началом научной ярмарки. Сначала надо заняться делом. Время тут. Время не видно. Контакты. Мой сожитель. Граф. Ему 15 лет. Сын моей покойной жены. Я позабочусь о нем, как могу. Я забочусь о нем, как могу. Так, то есть, получается, да? Он ему не родной сын. Окей. Клиент. Похоже, очень встревоженный. Клиент. Вызов. Работа, 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 работа. Сообщение. Ин. Срочно мне нужна помощь. Сегодня в 7.53. У меня есть для вас работа. Пожалуйста, придите ко мне как можно скорее. Центр. Basic. 5.6.8. Квартира. 5.4. Код от передней двери. 4.0. Дверь. 4.0. 9.8. Поспешите. Недавние диалоги. Сначала надо заняться делом. Так, это понятно. Нет, все, что если мы что-то пропустили, можно почитать. Кстати, кстати, неудобно. Очень долго. Застряли возьмите подсказку. Так, пока не берем. То есть, подсказки у нас здесь. Табличка. Так, выход. Локацию крутить никак нельзя. Часный детектив и мастер на все руки. Хотел бы я, чтобы часть парамастера на все руки не характеризовала 95% моей работы. Я уже начинался в водопроводов на всю оставшуюся жизнь. Ну, надо же как-то деньги заработать. Портира, кнопка. Когда я пришел сюда в первый раз, кто подумал, что это дверный замок. Звонок. Нажал на него несколько раз и ничего. Потом заметил большую кучу писем. В поле смявших мой почтовый ящик. Кто-то приходил навестить вас, пока вас не было. С моей фотографией. Так что я выдернул провода, чтобы выключить его. Почтовая система. Почтовая система безопасности. Пожалуйста, подтвердите свою личность нажат на сенсорную панель. Безопасность, усиленная безопасность. Все больше безопасности. Когда мир успел стать таким сложным. Вам пришло новое письмо. Я боялся, что оно это скажет. Так, почтовый ящик. Мой основной источник стресса. Открываю этот ящик и... Тонны квитанции, уведомления о безопасности, новые законы и объявления. Покончим с этим. Всего одна квитанция? Отлично. Счет. Счет за электричество. 245 юнисов. Видимо, граф постарался. Он постоянно торчит перед экраном. Хотя я не могу ее уведомить за это. Тут ничего особо интересного не происходит. Ох, еще одна бумажка. Пожалуйста, примите во внимание. Из-за многочисленных попыток мошенничества, прямой перевод средств мобильных телефонов более не принимается. Что? Все эти достижения должны быть произведены при помощи к нему терминала в течение двух недель, двух дней после получения квитанции. А, ну супер. Теперь придется искать терминал. Это еще важнее. Где я найду такие деньги в столь короткие сроки? Да, у нас всего 25 на 245. Дверь в душевую. Опять звонят? Эй, where are you? Лок, делай. Ну, я в пути. Я же сказал, что дело срочное. Пожалуйста, быстрее. Хорошо, хорошо. Боже, что не так с этим парнем? Настолько нервозных клиентов у меня раньше не было. Это не сулит ничего хорошего. Улики. Когда детектив, Брок будет записывать все, что посчитает важным. Считайте его заметки во вкладке улики в разделе меню. Некоторые из них будут полезны для раскрытия дела, а некоторые нет. Прогресс улики. Кинг, очень нервный клиент. Позже. Я предпочитаю принимать душ после своих еженощных сражений. Дверь в туалет. Я могу потерпеть несколько дней, если придется. А сейчас у меня есть более срочные дела. Промах. Эй, ждите своей очереди. Сорян. Немного терпения, я быстро. Еще быстрее давай. Так, ладно. Кнопку. Отпечаток пальца не распознать. Попробуйте еще раз. Надо уставить, что мы защищены от угроз. Извне. Ага, очень прочно. Доска объявления о работе. Раньше эта штука была ассистентом. Спрашивайте, что угодно. Для приветствия гостей. В те время дна, когда верно мыслящие драмеры построили это место. Он был давно сломан. Так что мы переработали его в доску для объявления о работе. Ему так больше идет. Так, что тут новенького? Ты не поверишь, что драмеры отправили на свалку. Приснимся к нашей охоте на свалка ценности, чтобы получить самые крутые штуковины. Участие стоит 5 юнисов. Ход на крыше этого здания. Да, я как-то в этом участвовал. Действительно, неплохая сделка, если повезет. Попробую, если у меня сегодня найдется на это время. 70-летняя пожилая женщина готова взять на себя заботу о ваших детях, пока вас нет дома. Оплата от 9 юнисов в час, в зависимости от особенностей работы. Оставляю за собой право отказаться от работы с веденышами, волков, крокодилов и визгунов. И величайшие группы с Катшу выступят с концертом в секторе 54-х в следующую среду. Вот бесплатный, приходите. Черт, это было на прошлой неделе. Пропустил. Здесь ничего важного, так, назад. Робот. Не включается. Бедный малыш, он тут уже несколько дней ржавеет и пускает на дом какой-то порошок. Интересно, на чем он нужен, откуда взялся. Как на пол какой-то порошок. Ну, вроде как здесь все осмотрели. Порошком, что мы можем сделать, ничего не можем сделать. Комбайнер, если их совместить? Нет. Так, счет за электричество нам еще дали. Каков посмотреть? Я здесь 45 юнисов. Я должен отласти за счет через к нему почту в течение двух дней. Графт спензмурров проводится больше и больше времени перед экраном. Возраст такой, видимо. Ключ от моих апартаментов. В изначально у двери был автозамок, но он часто не распознавал меня. Вот я и заменил его на старомодный замок. А ключ работает еще и как отвертка. Очень удобно. Подсказка, что как отвертка работает. Это кошачья шерсть такая прилипучая. Никак от нее не избавлюсь. Надеюсь, его можно починить. Мое старое доброе уличительное стекло. С его помощью я могу увеличить объективное расстояние, чтобы разглядеть. Не часто его используем. При выполнении всяких заданий и починке водопроводов оно обычно не требуется. Если посмотреть поближе, выглядит точно так же. Действительно. Улон. Он принадлежал Лии. Я всегда его ношу, чтобы помнить. Дедушки на трое для ходьбы и сражений. Идеально размер. Так что ее удобно носить с собой. Так, а это что нам 30 секунд увеличивать силы не надо. Так, ну вроде как все. Не знаю, что здесь конечно можно. Может быть что-то еще можно сделать. Как отвертка использовать ключ. Не думаю, что это сработает. Ладно, идем пока наверх. Так, рекламное объявление. Эй, разве это не любимая группа Графа? Может, стоит купить ему билетик? Если финансы позволят. Эй, эта штука очень грязная. Лифт. Не играй с ними в игры. Боссу это не понравится. Я не бабло. Мистер Визгун. У вас глазами все хорошо? Вы правда считаете, что у кого-то вроде меня могут быть такие деньги? Нам плевать. Нам плевать. Таковы правила. Отключай сделку, плати. Или тебе и не сдобровать. Ну что ж, значит мне будет больно. Эй, в чем ваша проблема? Оставьте старика в покое. Тебя не касается. Проваливай отсюда к черту. Ну а ты? Ох. Можете прикончить с... Прикончить меня поскорее. С меня хватит страданий. Ты у меня еще пострадаешь, приятель. Хватит. Вы об этом пожалеете. Бой. Потом скрыться это у нас. Так ты их там называешь. Так, настройки не выходят. Второй уровень. Уровень повышенного. Выберите бонус. Второй уровень нам не надо. Сила. Особая атака. Особая атака я не знаю, что это такое, поэтому берем просто силу. Ай. Ты за это заплатишь. Они ушли. Ты в порядке? Не беспокойся обо мне. Что это было? Не надо было тебе вмешиваться. Мне все равно недолго жить осталось. Не говорите так. И вы не ответили на мой вопрос. Длинная история. В двух словах, я им должен денег. Видишь ли, мне диагностировали неизлечимую деформацию сердца. Ну, это боль такая, что невозможно терпеть. Я прослышал, что эти крысы могут достать для меня лекарство, которое поможет подавить его. Я просто хотел еще немного насладиться жизнью. Пока могу. Мне очень жаль. Хотя, пока вы живы, жива и надежда. Нет неизлечимых болезней. Можно просто тщательно искать лекарства. Я достаточно долго прожил с химичкой, чтобы усвоить это. Теория, да. Но никому нет дела. Но никому нет дела до нас, сламеров. В любом случае, вам не стоит оставаться здесь, на таком холоде. Заходите ко мне в квартиру. Там не так много места, но мы что-нибудь придумали. Это очень мило с твоей стороны, но вынужден отказаться. Я уже и так достаточно неприятностей. Как неприятностей тебе принес. Боюсь, как бы они не пришли из-за тобой. Опускай. Я научу их уважать старости. Эм, простите, я не имел в виду... Не беспокойся. Но прошу, не настаивай. Это мой выбор. Хорошо. Но я найду способ помочь вам. Обещаю. Или тобой еще целая жизнь. Не трать ее на таких, как я. А я хочу. Как вы сказали, это мой выбор. Хорошо. Мой последний медицинский рецепт, который я получил. Тут стоят даты тех времен, когда я еще был драйвером. До того, как меня изгнали. Изгнали? Ты же знаешь правила. Только годные люди имеют право там оставаться. Или же те, чьи богатые родственники за них платят. Не отношусь ни к первым, ни ко вторым. Это лекарство помогало стабилизировать мой недуг. Не уверен, что ты сможешь получить что-либо по этому куску картона. Но все же, возьми. Медицинский рецепт. Жаль, не могу дать тебе что-то более полезное. Все в порядке. Я разберусь. Спасибо, мальчик мой. Поговорить с бродягой. Бродяга. Эти жетоны. Вы были солдатом. Зоркий глаз, мальчик. Несколько лет назад я был членом отряда сопротивления во время драки в день аутаркизма. Тогда вы точно можете дать им сдачи. Ты может быть детектив, но тебе еще многому предстоит научиться. Мое тело отказывает. Я еле на ногах стою. Это бессмысленно. Я уже смирился с тем, что моей жизни пришел конец. Я не позволю вам такое говорить. Я найду способ помочь вам. Пожалуйста, не давай мне пустых надежд. Скажите, как получилось, что я вас раньше не видел? Я перехожу с улицы на улицу. Не могу оставаться долго на одном месте. Просить милость в теню запрещено. А сам я себе жилье позволить не могу. Нынешнее общество весьма противоречило. Понятно. Почему бы вам не попробовать уехать из города? Вы могли бы вести скромную мирную жизнь в фермерах. Ведь понимаешь, что это не так просто. Границы сейчас закрыты для всех, кроме граждан высокого ранга. Кроме того, Атлазия, моя родина, я тут родился. Я защищал ее всю свою жизнь. Здесь я и умрел. Только не так. Выбор за мной. Мне вот любопытно. Почему тебя... Почему тебя это так беспокоит? Мы ведь едва знакомы. Ой, не знаю. Ты в этом уверен? Мне почему-то так не кажется. Никто не должен так просто отказываться от жизни. Жить – самая ценная вещь в этом мире. Эх, это молодежная искренность. Когда-нибудь ты поймешь. Повтор, крысы. Это были безгоны, ведь так? Верно. Я думал, их изгнали еще десятилетия назад. Да, по крайней мере, большинство людей так и думают. Однако некоторые из них остались, спрятавшись в тенях, смешавшись с обществом. Болезнь сделала меня слабым, а они воспользовались этой ситуацией. Но я их не виню. Как вы можете такое говорить? Они только что пытались вас убить. Да, но ведь я не заплатил вам. Я ни о чем не жалею. Их лекарства дали мне еще немного времени. И я сделал все, что хотел. Равно, они не имеют права угрожать вам расправой. Этому просто нет оправданий. Иди осторожней, мальчик. Добро и зло – понятия очень относительные. Я не понимаю. Какую пользу они бы получили, избавившись от вас? Ведь тогда вы им точно никогда не заплатите. Я бы послужил примером для других. Так что от меня мертвого куда больше броку, чем от живого. Но я этого не допущу. Пожалуйста, будь осторожен. Я не хочу, чтобы они тебя убили. Обо мне не беспокойтесь. Я могу за себя обстоять. Возможно. Но им нет числа. Всех тебе не победить. Поспорим. Повтор. Он сказал мне не ввязываться в это. Иначе попаду в неприятности. Может, он прав. Но ничего не могу с собой поделать. Я должен помочь бедолаге. Так, по моему... Что моему дать? Трось. Раньше я был мастером боевых искусств. А теперь еле ложку в руках держу. Вот. Это вам. Мальчик мой. Я, может, и бездомный. Но мне не деньги сейчас нужны. Простите, я просто хотел помочь. Оставь их себе. Тебе они больше нужны. Так, ладно. В принципе, смысла нет. Он пока что-то давать. Надку вон тебя. Вот, возьмите. Мальчик мой. Я, может, и бездомный. Но еще не настолько отчаялся. Я должен идти, но скоро вернусь. Будь осторожен, мальчик. Выход плита. Тепло сегодня. Погода довольно хорошая, но, знаешь, старикам всегда холодно. Не говорите так. Вы не старый. Для такой жизни. Старый. Для такой жизни. Так, задание у нас появилось. Телли. Так, оплати счет за электричество. Добыть лекарства для бродяги. Надо смотреть. Старик Галниево. Попробуем достать ему лекарства. Так, валюту мы добываем, угрожаясь противниками. Так, мы пойдем в лифт. Вот такой вот лифт. Игрушка. О, я помню его. У графа была похожа, когда мы только познакомились. Это наполняемая мягкая игрушка. Надо просто немного ее намочить, и через несколько секунд она станет большой и крулой, как шар. Может, граф и сейчас от такой не откажется. Всполняемая водой игрушка. Свою граф всегда таскал с собой. Интересно, что с ней стало? И как так получилось, что я совсем о ней забыл? Боюсь, однажды я забуду собственное имя. Так, какая-то дверь. Это место изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Барахлюш. Барахлюш. Эта часть вашего приключения вовсе не обязательна. Но если у вас есть немного личных юнисов, вы можете получить полезные предметы тут. Мебель, статую. Решалка для шляп? Нет, спасибо. Я никогда не снимаю свою шляпу. Окно. Какой изумительный вид. Меня, наверное, должно удивлять то, что хоть стекло осталось целым. На самом деле, слаймеры не такие вандалы, какими нас видят драймеры. Мы не нарушаем закон без веской причины. И проводить долгие часы в поиске нужных вещей среди этой свалки не нарушение закона. Баннер. Добро пожаловать на охоту на свалка ценностей. Управление входной отверстия. Рычаг. Мебель. Это должна быть декорация? По всей видимости, новая. Кто-то пытался приукрасить это место. Может, чтобы привлечь побольше людей. Усчитывая, какой слой грязи ее покрывает, не уверен, что это сработало. Рычаг. Если я все правильно помню, он отправляет обломки обратно на свалку. Туда попадают обломки. Сейчас тут пусто. Посмотрим. Как мне это использовать, в конце концов? Расстояние до сокровища. Огромное сокровище ждет, пока его найдут. Каждая попытка покажет вам расстояние до сокровища. После нескольких попыток вы сможете разгадать его местоположение. Внимание, у вас всего шесть попыток. Затем сокровище переместится. Переместиться. Так, двигаться. Схватить. Один, два. Так, то есть, так, у нас индикатор денег 1,10. Так, то есть, у нас всего три попытки. Денег там было. Так, ну, допустим, в центре, вдали. Мусор. Так, один. Номер один, дистанция 4,6,5. Эй, этого тут не должно быть. Эта штука прилипла в панели. А, то есть, так-то они просто в любом месте могут быть. Так, ну, хорошо, ты княв вторую куда-нибудь. 4,6,5. Перетри, ну, думаю, это дистанция до цели, которая отметила система. Хотя, эта цель может быть чем угодно. От сундука с сокровищами до ржавой стиральной машины. Так, ну, где-то вот тут, наверное. Последняя попытка. Эй, что тут у нас? Интересно. Видео с боевыми тренировками. Я могу выучить пару приемов. Так, с дистанции 77. Ну, в общем, мы нашли, да, что-то. А, ну, у нас больше нет. Юнисов. Не густарь. Так, а то, что мы можем всекоро разбить? Мы можем всекоро разбить. Не такие мы, вон, что вандалы. Зачем я это сделал? Чтобы противоречь своим словам. Видимо, вандалы тут все-таки есть. Не, ну, вдруг может осколку поднять надо было. Вот, статуя можно бить. Эй, рекламное объявление выпало из этой статуи. А, вот как. Так как у нас в локации, надо посмотреть. Так, прогресс. Предметы. Ну, это тоже получается, локация, как бы отдельная комната. Пусть еще 3.12. Не беспокойтесь, так, текущая комната 2.3. Тут еще одно есть где-то. Круто, еще какие-то штуковины падают. Это же настоящая пиньята. Чем больше я ее бью, тем больше предметов из нее падает. Так, ну, мы ее сделаем так, чтобы ее не сломать. То есть, надо выйти. Вернуться. У нее теперь полное хп. Но, нет, деньги уже не падают. Нет, тут пали. Так, ну, сейчас есть еще один удар. Она сломается. Сейчас, если деньги уже не упадут, то смысла нет так делать. У нее падают деньги. Еще 12. Короче, так можно фармить деньги. Так, ладно, я тогда сейчас пофармю. Сколько у нас? Это один. Нам надо 240 сюда. Так, выбрать, описать. Объединить. Что, объединять можно предмет? Надо как-то трось взять, чтобы она была. На постоянной основе. И быстрее получается. Но можно не рассчитать. Теперь мне стыдно. Эх, ладно. Назовый балл полезностей. Пока не пропали. Я не успел поднять. А поднять на левую кнопку мыши, а левую кнопку у меня выход нажимает. Так, ну, он теперь, наверное, не появится больше. Ну да. Ну ладно. Иначе здесь можно было бы зависнуть. 110 набрали. Там больше мы пока не будем ничего брать. Сверху делать. А, он так может еще спрыгивать. Можно было на лифте, а можно было вот так запрыгнуть. Двигаемся дальше. Дом, сектор 56X. Кто нападать на нас не будет? Держаться подальше от зоны ядерных отходов. Если два раза нажать, он быстро перемещается. Мы идем в сектор 56.